Помилуй меня, Господи, ибо дочь моя жестоко беснуется. Много форм беснования. Мне пришлось уже, когда я уверовал, считать однажды такой трактат о бесновании, какие признаки беснования. Я буквально забыл. Я почувствовал, и с этой стороны признаки беснования во мне есть, и с этой, и с этой. Стал проверять себя на молитве. Больше никак. Давай посидься сразу. Ты что сейчас услышишь? Применись себе болезненно. И Господь покажет. Беснование, это не означает пену испускать, падать, колотиться. Это буйная форма беснования. Есть беснование, которое никто не знает, что он беснуется человек. По словам определяется. Бесновать, это означает волю бесов исполнять. Быть Божьим, волю Божьей исполнять, вы сейчас слышали. Матфея 17.15. И вот он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и в воду. А почему в новолуние? И начинает говорить, что в новолуние то-то влияет. И он зато говорит, что ничего не влияет. Это бесспециально подстраивать, чтобы люди хулили творение Божье. Как бы не луна, сын бы мой не бесновался. Да Бог сотворил это. Он подстраивает все. И от луны зависит, что кто-то и не зависит. Беснование не зависит. Природное явление, да, там посадить, когда прилива, отлива в море, вполне может быть. Но бесновать от полновуния не зависит. Это зависит от исполнения воли Божьей. От страха Божьего. И сразу вопрос. А если человек вот все исполняет, живет по-божески, любит Бога, может ли он сделаться буйным бесноватым? Все отвечают, нет, потому что это сосуд Божий, и Бог никогда не допустит. Все отвечают так. И вдруг, я считаю, первый, то он, наверное, златоуста. Слово к стагирию. Это его друг был такой. Он верующий. Из богатой семьи был. И стал бесноваться. Пока жил в мире златоуста, говорит, с тобой ничего этого не было. А как это было? Он говорит, я спал, вижу, большая черная свинья подошла и в меня вошла. А теперь поношение. Это отец-то богатый. Сын учился в университете, все хорошо. А теперь вот ваша вера до чего доводит. Довели до помрачения у мамы его сына. Большая ученая доводит до сумасшествия. И от того, говорит, Бог допускает. Оказывается, люди, не имеющие такой проникновенности Слово Божие, как я ангел того, этого не понимают. Бог допускает. А почему? Не знаем, неисповедима суть Божия. Но награда его, этого человека, будет столь велика, что сравнить даже с мучениками нельзя. Мучить или мучить только тело. А это Бог допустил мучить душу. Вот и все. Это промысл Божий. Но и все-таки себя надо ограждать. Я разговаривал с людьми, которые беснуются. В храме внезапно вскрикивают. Я даже записал на магитофон, как она кричит. Как с тобой случилось? Я любила наряды, была учительница. И много покупала наряды. А шкаф большой навесила туда. И залезла снова пересмотреть. На пенсии была. И обратно вылезти уже не смогла. Вот на этом он ее поймал. Я закричала и стала биться в шкафу, а вылезти уже не могла. Он ей сделал шкаф как сейф. И теперь стоит и кричит. Она понимает, где. Один в церкви стоит все время дергая. Я пригласил его домой. Записал. Когда это было? Он говорит, прямо во время блуда. Когда я изменял. Я даже почувствовал, как он в меня вошел. Другая начала подметать. Сильно любила чистоту. Но непременно она каждый день пять раз. Ей надо это что-то замыть и прочее. Взяла денег подметать. И вдруг забыла. Взяла денег у меня в руках или где. Полезла в подпол. Родственники через три дня только пришли, в подпол ее вытащили. Сошла с присмельником, с этим поехала в дом. Почему? А все это без молитвы. С кем бы ни говорил, без молитвы. Ребенка не выпускайте на улицу, пока не попросят благословения. Утром встал, перекрестись. Я вас не пугаю. Это реальность. И здесь, и сейчас эта темная сила присутствует. Она на каждом богослужении есть. Евангелист Иоанн 8.44 пишет так, что дьявол лжец и отец лжи. Дети любят лгать. Да, вы замечали, что они неправду говорят. Уже дьявол вошел в рот. Уже обладает. Всякая неправда. Друг другу было где-то, сказал неправду. Даже если ошибся, ты не знал, тебе дали ложную информацию. И тогда скорее постарайся выправить дело. Дьявол воспользовался моим языком, моими губами, моими глазами. Прости, Господи, отгони его. Всякая лошадь дьявола. Уже обеснование. Третья книга царств 18.29. И вот, когда пророк Илья разоблачал лживых служителей Ваала, а они все нормальные были, на психучете никто не стоял. И вот прошел полдень, они все еще бесновались. До самого времени вещественные жертвы. Их ни по разговору, ни по чем нельзя было узнать, что они ненормальные люди. Они не падали, пену не испускали. Это партийные деятели были тогда, все парторги. Они скакали, кололи себя копьями. Зачем же они кололи и резали ножами? Значит, это у них практики было. Мне больно, я страдаю. И дух начинал через них говорить, как пифи. Она садилась на треножники, снизу воскурение было, и она тогда начинала говорить, будет победа, не будет. Ну, предсказанием. И вот они бесновались. Это нам сказало Писание. Что бесновались в Кремле, во дворце съезда, депутаты хлопали в ладоши по часу. Это все беснования. Страна беснующаяся, а не Святая Русь. Вот как определяет Священное Писание. Больше никак. Вою Божию творили? Нет. И телески решали. А ничего нет. На задворках истории остались. Матфея 4, 24. И приводили ко Христу всех бесноватых. Каких? Я думаю, приводили именно буйных. А которые приводили, они, может быть, сами тоже были бесноватые. И 8, 19. И исцелил многих бесноватых. Матфея 9, 32. И вот привели небого и слепого бесноватого. В глухоте. В слепоте. Оказывается, исключительно томкий слух, как у погонений, это один из явных признаков беснования. А почему? А по делам. По делам дальше определяют. Ни одного божественного произведения нет. И почитай Баха. На страсти Матфея. По Матфею. На страсти по Иоанну. А человек-то тоже. Как он слышал? Матфея 9, 32. И 3, царь 22, 23. И вот попустил Господь духа лживого войти в устах всех-всих пророков твоих. Они нормально говорили. До этого духа лжи не было. Могли говорить здравые слова, предсказания. И ни один человек этого не заметил. Как они были одеты, так и остались. У них ни форма одежды не изменилась. Ни переваривания пищи. Никто не жаловался на какие боли. Говорят, и ни один человек не заметил. Только один Михей, сын Иемла. И я видел, был на небе совет. И духи советовали. И один сказал, я один, войду в устах всех-всих. Оказывается, в одном может быть легион. И один может быть у многих. Как это? Мы этого не узнаем, потому что мы находимся на грани между животным, миром и духовным. Совмещая все в себе. А когда мы это узнаем? И вошел дух лжи в устах всех-всих. Почему? Написано, дух от Господа. Еще страшнее. Это дух от Господа может быть. То есть под опущение от Господа. Без воли его ничто не совершается. Сегодня Россия обессовывается в пьянстве. Это самая настоящая одержимость. В наркомане. Курит человек табак. Он не просто успокаивает нервы, пережигает. Он возжигает демонскую кодильницу дьявола, как Иоанн Кронштадтский говорит. Сколько вокруг нас приносится жертвы бесам? Это гнев. Это тихое обеснование. И буйное. Тавид 6.8. Когда шли они, то ангел говорит. Вот мы приходим к Рагуилу, родственник. У него есть хорошая девушка. Но ее мучает злой демон. И вот сватся это женихи и в брач. Он душит их. Семь человек уже душил. Какие они были те люди. Как они не боялись. И тогда этот юноша испугался. И 6.15. Говорит, любит ее демон. И семерых уже отправил на тот свет. И ангел Рафаил помог. Как? Дал ему печень рыбы. Надо было покурить. И люди с тех пор говорят, печень рыбы имеет свойство отгонять демонов. Ну это один раз было. А один раз. И больше нигде об этом не написано. Когда сам ангел там присутствовал. Почему печень рыбы? Я объяснить не могу. Что это означает? Ну написано так. Евангелист Иоанн 7 глава 20 стих говорит так. О Христе. Они люди определения имели тогда. Бесну из-за человека или нет. И они говорят Христу. Небес ли в тебе? Кто ищет тебя убить? Он говорит. Вы ищете меня убить? Я сказал вам правду. И они сразу сказали. Ты бесноватый. То есть ложное обвинение это от демона. Но Христос-то правду сказал. И вскоре это подтвердилось. Когда ложное обвиняет демона. Определитель. Это уже показаны какие. Иоанн 10 глава 21 стих. Другие говорили. Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очень слепым? Чтобы узнать беснуется не человек. Как определить? По делам. Что он говорит. Что он говорит. Как себя ведет. Как реагирует на обличение. Бесноватый. Или это было у него разовое падение. Один раз пал. И человек встал. И блудницы. И мытари вперед. Нас могут прийти. Господь сказал это. Иоанн 8.48. И они говорят Христу. Не правду ли мы говорим. Что бес в тебе. И стали подтверждение. Только в том. Что он отвечал. Я всегда делаю вывод. Что для мира мы все ненорма. Не просто шизофреники. А бесноватые. Если мы будем говорить правду. Если мир признает нас своими. Значит. Когда мир признал нас своими. А весь мир находится под властью демонов. 8.52. И они говорят. Теперь узнали мы. Что бес в тебе. Ибо Авраам умер. И пророки. А ты говоришь. Кто соблюдает слова мои. Тот не в пути смерти вовек. Вот определитель. Бесноватый. И не бесноватый. Если вот эти слова Христовы. О бессмертии его. И о его воскресении. И измертых. О исполнении. Тех кто исполняет. Будет жить вечнее. Им кажется это беснованием. То. Ясно кто бесноватый. А то что мы спасаемся. Жертвой Иисуса Христа. В это не верят. Миллиард мусульман. В это не верят. Все язычники. В это не верят. Миллиард буддистов. Видите. Как картина разворачивается. Только на основании. Этих слов. Если мы верим. Что мы получаем бессмертие. Через исполнение заповедей. Во Христе Иисусе. Для мира мы бесноватые. Но Господь рассматривает все иначе. И мы для Иудея все ненормальные. Бесноватые. Словарь показывает. Беснование. Внешне проявляется. Быть в крайнем раздражении. Начинает стучать. Верю. Астатики. Крик повышается. Все. Разгневался. Гнев человека не говорит правду. Итак. Молитва такая. Мысленно повторим ее. Помилуй меня Господи. Сын мой не слушается. Беснуется. Дождь моя от рук отбилась. Беснуется. Сам я не творю волю Твою. Беснуется. Прости меня Господи. Изгони демона. Чтобы мы служили Тебе. Семь умом осусь. Сьем умом осусь. Сьем умом осусь. Аминь. Аминь.